Здравствуйте, дорогие друзья! Мои неплохие знакомые, удальцов Сергей и Леонид Развозжаев, получили по четыре с половиной года колонии. Я считаю это трагическим и постыдным недоразумением, потому что люди, то, что они совершили, юридически, с точки зрения формального права, называется неудавшееся покушение на мошенничество. Они пытались вымогать у человека, у некоего господина Таргамадзе, деньги на то, чтобы осуществить некоторые действия, которые они а, гарантированно, даже теоретически не могли совершить, и б, совершить не намеревались. Я хорошо знаю господина Удальцова в разумных пределах, я неплохо знаю господина Развозжаева. могу сказать, что это люди, которые не способны осуществить, во-первых, по гуманистическим соображениям, разрушительные действия, а во-вторых, по соображениям организационного порядка. Для того, чтобы там что-то взорвать, или организовать какой-то процесс, нужно быть организованным человеком. очень организованным, очень хорошим менеджером. Если человек не очень организован, он не может осуществить сложную последовательность действий, результатом которого является взрыв, например, гранаты, или взрыв мины. Поэтому обвинение абсурдное. Более того, если бы на их месте был, прости господи, лейтенант ФСБ, или старший лейтенант ФСБ, или капитан ФСБ, он за это получил медаль. Потому что во время проведения этих переговоров Грузия позиционировала себя как главный стратегический враг России, как лютый враг России. И это то, что с точки зрения российского законодательства является мошенничеством. Если рассмотреть, против кого это мошенничество, эта попытка мошенничества была направлена, то это является попыткой нанесения максимально возможного ущерба врагу моей Родины. Господа, это был патриотизм. Это были действия, направленные на выполнение гражданского долга перед Российской Федерацией. И когда Удальцову говорят, что он посадил людей, и это вызвало давку, ну, вы знаете, давайте посмотрим в любой ролик, увидим, что давку вызвало неправильно поставленное оцепление милиции. Я-то думаю, что это была провокация спецслужб, причем не против Удальцова, а против лично Путина, которым какие-то умники в спецслужбах, по сути дела, сорвали инаугурацию. Но это отдельная тема разговора. Когда вы сажаете людей на землю, эти люди точно не могут наброситься на милиционеров и пойти на прорыв. А там была специально жиденькая цепочка этих самых людей в латах, омоновцев в латах, чтобы руки чесались прорвать. Понимаете, если на прорыв, для того, чтобы не задохнуться в толпе, был вынужден ходить тихайший, еще недавно прокремлевский политолог Глеб Олегович Павловский, потому что ему деваться было некуда, у него была альтернатива или в речку прыгать, или на прорыв идти. И то до речки нужно было пробиваться несколько метров через живых людей. Вот он был вынужден прорваться, чтобы просто выжить там. То люди, которые сидели на асфальте, в принципе, не способны наброситься на возвышающегося над ними ОМОНовца в латах. Космонавта, как это называется. Так что, к сожалению, российский суд проявил, с моей точки зрения, даже не политическую ангажированность, а элементарную бытовую компетентность, что мне очень горько говорить, потому что, в общем-то, я привык относиться к российскому суду, несмотря на все проблемы, которые с ним связаны с большим уважением. Я надеюсь, что в апелляционных жалобах все это будет отражено, и по апелляции или дело будет возвращено на рассмотрение СИИСа вновь открывшимися обстоятельствами, или же им просто спокойно, тихо переквалифицируют обвинение в условное обвинение, как это сделано было Навальному, и отпустят по домам с формулировкой только пискни еще. Что, в общем-то, было бы, на мой взгляд, разумно. Потому что, ну, да, факт покушения на мошенничество имел место, и суд имеет право не принимать во внимание патриотические мотивы. Да, вы можете сотрудничать с иностранным шпионом, пытаясь его обмануть, но если вы знаете, что он шпион, вас могут за это посадить, ваши мотивы никого не волнуют, вы должны отдавать себе в этом отчет. Я надеюсь все-таки на то, что наше руководство, наше судебное руководство учтет азбучные истины и не будет обращать внимание на политическую аффектацию некоторых людей, точно так же, как оно не обращало внимание на это в деле Навального. Большое спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!